Приветствую вас в моем хобби уголке. Сегодня я соберу и покрашу для вас очень интересные некронские модели под названием Ophidian Destroyer. Но перед тем как перейти непосредственно к процессу, давайте немножко пообсуждаем сами модели, что это такое, кого они представляют и откуда они взялись вообще. Ophidian Destroyer это модели которые появились относительно недавно. В девятой редакции ГВ решила издать много новых миниатюрникрон и пересдать старые. Соответственно, Ophidian Destroyer это модели которые до девятой редакции в игре не присутствовали. Собственно, один из главных плюсов этих моделей как раз в их новизне. Эти модели новые, они выглядят классно, они высокодетализированные и я предвижу, что их будет очень интересно собирать и красить. И может, с хоббийной точки зрения бэк не очень важен, но я все равно предлагаю на него капельку взглянуть, потому что просто рандомных солдатиков красить это не так интересно, как красить нечто, что имеет свою историю. Итак, кто же такие наши Ophidian Destroyer? Чтобы ответить на этот вопрос правильно, нужно обобщить некоторые данные по некронской фракции в целом. Так получилось, что некроны по бэку это у нас не просто фракция бездушных машин, а некогда бывшими живыми бездушные машины. И из-за этого многие некроны, в том числе царь некронов, царь сорех, имеют одну главную цель, которой они стараются идти. Это возврат их живых тел и, собственно, возврат их душ в эти живые тела. Большая часть некронов имеет антропоморфное телосложение, то есть у них есть тело, руки, ноги, голова. И, собственно, большая часть некрон не хочет менять свое тело. В общем-то, все некроны, которые остались при своем уме, они считают, что менять свое тело это неправильно, что менять свое тело могут только безумцы, а надо стремиться к тому, чтобы, ну, не то чтобы максимально быть похожими на людей, но что-то типа того. И тут мы опять возвращаемся к той самой проблеме, что после биопереноса, а потом после долгого стазиса, у многих некронов попросту поехала их крыша. Собственно, Дестройеры — это те некроны, у которых крыша потекла очень-очень сильно, и теперь они просто хотят уничтожить все живое в этой вселенной. Да, некроны, они по базе своей не против всего живого, потому что жизнь им нужна, чтобы восстановить свои живые тела. Но Дестройер Культ — это такие некроны, которые стремятся улучшить свое тело прежде всего для того, чтобы просто всех перебить. И так как это очень плохо соответствует политике Царя Сореха, таких некронов, Дестройеров их в некронском обществе очень сильно недолюбливают. Многие некроны верят в то, что Дестройеры — это не просто поехавшие кукухой некроны, а это некроны, подверженные влиянию какого-то вируса, который еще можно и передавать друг другу. Собственно, многие некроны стараются с Дестройерами никак не контактировать, просто чтобы от них не заразиться. Тем не менее, Дестройеры все-таки очень преуспели в своем деле. Они улучшают свои тела и становятся настоящими машинами убийства. Ну и так как у нас во вселенной происходит война, некронам обычным приходится с этим мириться, потому что Дестройеры, они очень эффективны на поле боя. До девятой редакции существовал всего один юнит. Ладно, два юнита Дестройеров. Это у нас Локус Дестройеры и Локус Лорды. И, видимо, Games Workshop так понравилась эта концепция, что в девятой редакции они решили развить эту тему и они выдали очень много новых миниатюр для этого культа Дестройер. Собственно, Офидин Дестройеры — это, наверное, самая изощренная часть этого культа. Они не то чтобы сильно мощные на поле боя, но в отличие от, например, Локус Дестройеров, которые просто приделали себе вместо рук огромную пушку, или в отличие от Скорпех Дестройеров, которые несутся по полю боя со всей дури, чтобы кого-нибудь убить, Офидин Дестройеры — это у нас такие больше тактикульные, что ли, Дестройеры. У них самая главная особенность — это способность легко перемещаться. То есть они взяли от Криптеков какие-то технологии по перемещению сквозь пространство и активно их используют на поле боя. Ну и, конечно, чтобы это имело смысл, они нацепили на себя еще и самое крутое некронское оружие, разумеется, гиперфазовые клинки, которые рубят любую броню. Собственно, в этих моделях гиперфазовые клинки — это то, что нас интересует прежде всего и самая интересная, наверное, часть покраски этих моделей. Так что я предлагаю прямо сейчас не откладывать и переходить к сборке. Итак, набор Офидин Дестройеров. Из чего он состоит — это у нас инструкция, четыре базы, три 40-мм для наших дестройеров и одна 28-мм для плазмоцита. Ну и литники, конечно же. По инструкции предлагается каждую из трех моделей собирать только одним определенным образом, без каких-то вариаций. Из вариаций тут только выбор одной из шести доступных голов. Однако все руки здесь — это отдельные детали, которые еще имеют одинаковое крепление к тушке. И у меня есть ощущение, что можно миксовать разные руки с разными тушками, и это не должно быть чем-то сложным. Помимо этого, здесь каждый хвост разделен на несколько частей, и есть ощущение, что эти части между разными хвостами тоже можно как-то смешивать. По инструкции не совсем понятно, что из этого выйдет, и получится ли хоть что-то хорошее из этого. Так что, наверное, я буду просто собирать по инструкции этот набор. В конце концов, я до этого его не собирал, у меня таких миниатюр нету, и я не вижу смысла их как-то сейчас по-другому пытаться собирать. Так что сейчас я сниму детали с литников, зачищу их, и можно приступать к сборке. Итак, я все зачистил, и знаете что? Вот я говорил, что я хочу собирать их по инструкции, и я передумал. Я подумал, что один раз живем, правила созданы для того, чтобы их нарушать, и вот это вот все. В конце концов, когда я еще буду собирать набор офиген-дестройеров? Тем более на видео. Так что попробую сделать что-нибудь интересное вот прямо сейчас. Собственно, как я поступлю? У меня тут три кучки, и в каждой кучке у меня лежат битсы для одного отдельного дестройера по инструкции, если смотреть. И я возьму и просто их сейчас вот так перемешаю. Шутка, я так делать, конечно, не буду, но я сделаю нечто похожее. Я так за кадром прикинул, и получается, что каждого из них можно условно разделить на три основные части. Это у нас хвост, туловище и руки. И вот эти вот три части можно миксовать как хочется. Я также прикинул, можно ли собрать хвосты как-то иначе, смиксовать из разных кусков, разных хвостов какой-то уникальный хвост, но получается как-то не очень. Поэтому хвосты я соберу по инструкции. Также по инструкции я соберу туловище. Там миксовать, в общем-то, вообще нечего. Ну а руки у нас отлично миксуются, потому что у них одинаковые крепления к торсу. Ну и давайте начну собирать с хвостов. Буду клеить на обычный пластиковый клей, в общем, как всегда. И каждый хвост у нас тут сборный из четырех частей. Во-первых, это основа хвоста, самая большая часть, которая крепится к подставке через такой импровизированный кусочек террейна. К этой части я креплю наконечник, такой острый, мечевидный. Дальше у нас маленькая деталь повыше. Креплю ее аккуратненько вот сюда. Обратите внимание, что у нас тут пусть и не easy to build, но при этом на местах стыков есть такие специальные углубления, которые помогают детали встать в нужное место и помогают в сборке. И завершает наш хвост вот такая вот небольшая деталь, которая будет крепить его к туловищу. Но сначала надо промазать клеем вот эти вот места и приклеить сюда маленькие декоративные элементы. Аккуратно их сюда вставляю и получается вот такая вот штука. Теперь ее нужно прикрепить к нашему хвосту и в итоге у нас получается вот такой вот длинный красивый изогнутый хвост. Отставляю его пока в сторону и дальше буду собирать туловище. Туловище у нас начинается вот с такой основной части, которая скрепляет и хвост, и руки, и голову. Отличительная деталь каждого туловища это шея. Вот такая вот маленькая деталь, которая будет ответственна за то, куда у нас смотрит миниатюра. Креплю ее к туловищу вот сюда. Дальше беру нагрудник и просто вставляю его вот сюда. Получается он у нас как-то к спине крепится. Далее доклеиваю голову и тут нужно к шее прикрепить переднюю сторону головы. При этом у нас шесть вариантов голов на выбор, но они практически одинаково выглядят и они имеют абсолютно одинаковую форму. То есть выбирать голову, чтобы как-то изменить направление взгляда не получится. Поэтому я беру любую и просто вот так вот сюда прикрепляю к шее. В данном случае у нас получилось, что для этой тушки шея повернута в правую сторону. И по сути это все, чем будут эти тушки отличаться. Следующие детали это наплечники. И у нас тут, смотрите, есть вот такие вот маленькие направляющие дырочки и шипики, которые не как визит убьют, конечно, но помогают при этом поставить деталь в нужное место. Собственно их я и мажу клеем и просто прикрепляю туда, где они должны стоять. Вот так вот. С другой стороны делают то же самое. Туловище готово, хвосты готовы, остались только руки. Руки с гиперфазовыми клинками клеить не надо, там уже все готово. А руки с когтями нужно собрать. Все, что нам нужно здесь сделать, это приклеить по недостающему пальцу на каждую из рук. Тут все просто. У нас есть на каждой руке специальное место, проклею его клеем и вставляю туда палец. Здесь у нас тоже есть специальные направляющие шипы и пазы, которые позволяют приклеить палец только под определенным углом. И он сам встает на свое место. То же самое делаю с другой рукой. Ну вот и все. Основные детали для сборки одной модельки у меня готовы. Теперь я сделаю то же самое еще два раза, но за кадром. Итак, я собрал все основные части наших трех дестройеров. И теперь можно уже предметно поговорить о том, как можно разнообразить сборку моделей в этом наборе. Начну, пожалуй, с хвостов. Хвосты тут очень прикольные, очень разнообразные и, в общем-то, уникальные. Но собрать их как-то иначе не представляется возможным, на мой взгляд. Тосовать внутри разные битсы от разных хвостов я пробовал, получается фигня. А перепиливать их как-то в попытке изменить их форму тоже, мне кажется, так себе идея, потому что это очень тонкие детали. И пусть они даже пластиковые, а не смоляные, но удачи вам перепиливать, а потом надеяться, что эта миниатюра не сломается. Дальше, что касается туловища. У нас тут три варианта, и отличаются они, как я уже говорил, только поворотом головы. Одна у нас смотрит вправо, другая смотрит влево, а третья как-то наискозь. И, в принципе, кажется, что это фигня какая-то, но каждое туловище у нас подходит к любому хвосту, а значит, с учетом изгиба хвоста, можно по-разному располагать миниатюры в плане направления их взгляда, что, в общем-то, прикольно. Ну, а по поводу вариативности рук все очень просто. У каждой руки такое же крепление, как и у всех других. Поэтому руки мы можем прикреплять как только захотим. При этом у нас есть в этих креплениях пазы и шипы такие квадратные, которые позволяют нам правильно поставить угол руки. Однако, если вам очень хочется поменять угол, можно просто спилить этот шип с плечевого сустава и установить руку уже как хочется, вот прям под любым углом. Для большего счастья еще очень хотелось бы, чтобы они сгибались в локтях, но тут уже без перепилки никак. Но, в принципе, мне кажется, и этого достаточно для того, чтобы сделать интересные миниатюры. Что ж, давайте вернемся к сборке. И я хочу приклеить, прежде всего, руки с когтями. Я не буду тут отпиливать шип, просто мажу плечо как есть и вставляю его в туловище. Потом точно так же клею вторую руку и делаю все то же самое для остальных двух моделек. Дальше клею тушки к хвостам. Сначала обильно мажу клеем вот это вот место на тушке и обильно также мажу клеем вот это вот место на хвосте. Тут очень важно добиться надежного соединения, поэтому клея я тут не жалею. А потом просто беру тушку и хвост и соединяю их в этих местах. И в итоге у нас выходят уже очень колоритные миньки. Вот этот парень, указывающий куда-то. Вот этот, который, я не знаю, он то ли запугивает, то ли пытается пощекотать, может и то и другое. И вот такой парень, танцующий тектоник. Он как будто не от мира сего, смотрит куда-то наверх, может он не хочет драться, может он хочет летать, но он мне нравится больше всех остальных. И при этом все собраны не так, как на коробке. Так что цель сделать разнообразно достигнута. И теперь их можно грунтовать и наконец-то приступать к покраске. И я их бахнул в металлический грунт от ГВ, Лид Белчер. Так что можно начинать их красить. Я, конечно, не буду красить каждого на видео, я покажу покраску на одном из них, потому что все они в принципе в плане покраски одинаковые. Итак, Лид Белчер это у нас темный металлик, и для своей схемы я люблю его осветлить. Здесь мне, как всегда, поможет специальная краска для драйбраша. Necron Compout от Citadel. Тут я беру большую круглую маникюрную кисть, которую я обычно использую для драйбраша. Достаю немножко краски из банки и начинаю вытирать эту краску об салфетку. Я специально не буду убирать слишком много краски для того, чтобы не просто грани выделить, а еще и покрасить плоскости. И теперь вот такими аккуратными движениями я прохожусь по всей миниатюре. На кисти при этом должно остаться столько краски, чтобы она не проникала в углубления, а оставалась на гранях и на плоскостях. Итак, металлик стал более светлым, теперь нужно сделать тени на нем. Для этого я буду использовать черную проливку от Citadel Nuln Oil. Беру кисточкой прямо из банки необходимое количество и начинаю покрывать все те места, которые я хочу оставить металлическими. Это у нас всякие косточки, позвоночник, а также наплечники, вот эти вот тире лопатки, вот эти плоские поверхности. Из-за того, что они такие плоские, нужно быть внимательным и не оставлять на них лужи, иначе они будут некрасиво оставаться такими пятнами. Поэтому аккуратно убираю излишки и переношу на остальные части миниатюры. И вот такой вот эффект нам дала проливка. Металл стал гораздо более интересным, у него появились тени, и теперь это выглядит более естественно. Что мне не нравится сейчас, это хвост. Мне кажется, что он слишком светлый. Я мог бы его, в принципе, затонировать еще одним слоем проливки, но я хочу поступить другим образом. И вместо этого я буду использовать контрастную краску. Это будет вот такой вот базиликанум грей от Citadel. Это у нас черный контраст. Не прям такой угольно-черный, а сероватый. И здесь он у нас возьмет роль такой густой проливки, которая даст много темного цвета, но при этом оставит светлыми грани. Но чтобы это получилось, его нужно немножко разбавить. Для этого я буду использовать контраст медиум, специальный разбавитель для контрастных красок. В отдельную емкость сначала наберу немного контраст медиума, а потом столько же нашего черного контраста, чтобы получилась пропорция один к одному. Дальше я все это хорошенько перемешиваю. Кстати, нужно не забывать, что контрастные краски, в том числе и контрастный медиум, обязательно нужно как следует встряхивать перед использованием, потому что они очень любят расслаиваться. И потом просто начинаю покрывать нашу миниатюру этой смесью. Двигаюсь я здесь сверху вниз, начиная с позвоночника, постепенно опускаясь на хвост и двигаясь к концу этого хвоста. При нанесении контрастных красок нужно помнить одну важную особенность. Контрастные краски это не просто краски, которые умеют затекать в углубления, так же как и проливка, но это еще и прозрачные краски. И сквозь них проглядывает та краска, которая была нанесена до этого. Поэтому здесь я наношу один слой и стараюсь все сделать сразу правильно, чтобы потом не исправлять. Потому что если я буду наносить второй слой, то через него будет проглядывать первый слой и цвет получится не тот, какой бы я хотел. В данном случае это возможно не очень важно, но если бы я красил какой-нибудь цветной краской, скажем красной или желтой, то это было бы критично. Итак, контраст высох и получился у нас вот такой вот темный металл, даже не темный, а можно сказать грязный, как будто бы копотью покрывшийся. Именно такого эффекта я и хотел добиться. Теперь будем красить доспехи. Буду использовать RUNLOR BRUSH светлая бронза династии Сарихан. Немножко развожу эту краску водой и покрываю все доспешные части в два тонких слоя. Вот такой вот получается результат. Доспехов у нас на этой миниатюре не так много, у нее нет ног. Здесь у нас буквально только руки, голова и грудь. И теперь нужно этот цвет как-то оживить. Я предпочитаю, чтобы эта часть миниатюры у меня была глянцевой, блестящей. Поэтому я буду использовать для этого вот такую вот проливку Agraxer Shade Gloss. Это глянцевый вариант коричневой проливки Agraxer Shade. И я ее буду использовать не как проливку, а скорее как глазировку для того, чтобы сделать более интересный цвет на самих поверхностях. Наносить эту проливку нужно очень аккуратно, не нужно брать слишком много краски на кисть. И аккуратненько распределяю ее, не оставляя луж. И вот такой интересный маслянистый эффект получился после нанесения проливки. Это неплохо смотрится на поверхностях, но в углублениях это смотрится так себе, как будто туда затекло какое-нибудь машинное масло. Поэтому для углубления нужно воспользоваться обычной проливкой, матовой. Здесь я буду использовать обычный Agraxer Shade, коричневую проливку, всем известную. Беру маленькую кисточку, набираю на нее достаточно проливки, а потом просто капаю эту проливку в углубление. И с бронзовой броней мы закончили. С матовыми тенями она теперь выглядит более интересно. Дальше мне понадобится белый цвет. Буду использовать вот такую краску от Valeha White Model Color. Этот цвет я использую как подложку под зеленый цвет, который должен отображать некронскую энергию. Поэтому развожу эту краску немножко и аккуратненько капаю ее сначала в глаза некрону, а потом крашу вот эти вот сферы, которые отображают механизм левитации некронов. Белый цвет обычно достаточно капризный в плане нанесения, а точнее в плане укрывистости. Поэтому краску я развел достаточно хорошо водой, и мне нужно тут нанести два или даже три тонких слоя. А еще я белым покрываю кусок ландшафта на базе. Здесь у нас как бы какая-то руинка, и у нее есть металлические части, их не трогаем, они и так уже покрашены. И типа каменные или бетонные, вот их и крашу в белый. Белый цвет нанесен, и мы готовы к следующему шагу, к рисованию зеленой некронской энергии. Здесь буду использовать волшебную техническую жидкость Tetheract Glow. Это у нас очень жидкая краска, похожая на проливку. Набираю не слишком много краски на маленькую кисточку, и начинаю покрывать те места, которые до этого красил белым. Это опять же глаза и наши сферы, которые находятся на хвосте. Особенность этой краски в том, что у нее в составе есть два пигмента. Более крупный и тяжелый зеленый оседает в углублениях, а более мелкий и легкий желтовато-зеленый остается на более выпуклых поверхностях. Таким образом и создается плавный переход, который имитирует свечение. Кроме того, эта краска прозрачная, именно поэтому я делал белую подложку. Без нее ничего бы не получилось. И в итоге вот такой прикольный желтовато-зеленый цвет у нас получился. Но эти элементы не очень похожи на что-то светящееся. Чтобы это исправить, давайте сделаем яркую точку, центр излучения. Для этого я буду использовать все тот же белый цвет. Возьму немножко на маленькую кисть и очень аккуратно поставлю маленькие точки в самом центре глаз. После чего выберу подходящие места и поставлю такие же маленькие белые точки на наших шариках около хвоста. Дальше я хочу покрасить кусок ландшафта на базе. Буду использовать для этого контраст скелетон корт. И просто наношу эту краску прямо из банки. Краски на кисточке должно быть не сильно много, но и не слишком мало. Для того, чтобы было чему скапливаться в углублениях и образовывать эффект объема. Дальше я хочу покрасить вот эти вот кабели, которые торчат из рук нашей модели. Я представляю, что по ним идет тоже наша некронская энергия, поэтому хочу покрасить их в зеленый. Но буду делать это не так, как я делал с предыдущими деталями. Буду использовать для этого вот такой набор цветов. Это темно-зеленый Caliban Green, средний зеленый Warpstone Glow, светло-зеленый Mood Green и желтый Deep Yellow от Valeha. Сначала наношу базу темно-зеленым Caliban Green. Покрываем всю поверхность провода, два тонких слоя, не забыв перед этим хорошенько разбавить краску, чтобы не получилось слишком густо. Дальше я беру средний зеленый цвет и провожу им по внешней стороне согнутого кабеля. Тут краску я развожу водой чуть сильнее, чем обычно, для того, чтобы не было такого сильного перехода между соседними цветами. Можно, конечно, заморочиться и сделать вообще прям плавные переходы, но я думаю, что для этой части миниатюры это не обязательно. Светло-зеленым цветом я делаю более тонкую линию внутри линии предыдущего цвета. Дальше мне нужен микс один к одному, желтого цвета, с светло-зеленым. Наношу им еще более тонкую аккуратную линию. Кстати, маленькие кабели в корпусе тоже крашу этими цветами. И на текущий момент с основной частью модели это все. Теперь можно переходить к самому интересному – покраске некронских клинков. Для них я буду использовать уже знакомый набор зеленых цветов, но добавлю к нему еще черный абадон-блэк и белый от Валеха. Вообще, чтобы покрасить некронские клинки, достаточно, в принципе, трех зеленых красок. Но чем больше будет красок, чем больше будет контраст, тем интереснее в итоге получится результат. Для начала покрываю весь клинок темно-зеленым цветом. Поверхность у нас тут плоская, поэтому очень важно не залить все толстым слоем краски. Поэтому обязательно разбавляю краску, и мне здесь понадобится, наверное, три тонких слоя. Двух даже будет недостаточно. В покраске клинков мы будем использовать технику, которая называется «Глейзинг». Суть в технике в том, чтобы сильно разбавленной краской постепенно наслаивать цвет один на другой, таким образом стараясь добиться плавного перехода. Беру краску Warpstone Glow и очень сильно разбавляю ее водой, практически до состояния проливки. После чего промакиваю кисть об салфетку, для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Теперь у меня на кисти очень сильно разреженный пигмент. И когда я наношу его на окрашиваемую поверхность, то его остается очень немного. Вытираю же я кисть об салфетку, для того, чтобы не оставались лужи. В идеале кисть должна быть практически сухой, чуть влажной. И начинаю постепенно наслаивать слой за слоем этот цвет. Тут важно ждать, пока слои полностью просохнут. Если наносить краску на еще не высохший слой, то образуются лужи, и возможно даже придется все переделывать заново. Ну и конечно же для создания перехода кладем слои так, чтобы у нас было больше слоев краски там, где мы хотим этот цвет видеть более насыщенным, и меньше слоев этого цвета там, где мы хотим видеть переход. Дальше я беру светло-зеленый Mood Green. Точно так же сильно разбавляю его водой, а потом промакиваю кисть об салфетку. Это у нас в принципе для всей техники, для каждой краски рабочая схема. Посильнее разбавили водой, промакнули кисть об салфетку. И точно так же, как и с предыдущим цветом, начинаю наслаивать потихоньку эту краску. Важно понимать, что на данный момент мы не стараемся сделать идеальные границы между цветами. Как вы видите, несмотря на то, что я сильно разбавил краску, все равно можно видеть границу между новой краской и предыдущей. Это можно будет поправить позже, например, используя краску, смешанную из двух цветов. Сейчас у меня задача сделать прежде всего переход интенсивности конкретного цвета. Для этого я кладу один слой побольше, по площади или длине штриха, другой слой поменьше, третий слой еще поменьше. И в итоге у меня получается, что более насыщенный цвет просто состоит из большего количества слоев. А там, где у меня один-два слоя, там цвет едва-едва насыщенный. Далее смешиваем один к одному мудгрин и желтый цвета. И делаем еще больше слоев по уже известной схеме. Затем добавляю немножко белого в этот цвет и делаю самый яркий последний слой. В порядке цветов я двигался от темного к светлому, но я пропустил самый темный цвет. Поэтому беру черный и делаю им акценты уже в противоположных местах, тех, которые должны быть темными. В общем-то, все нужные цвета на клинок я нанес. И теперь самое время заняться коррекцией. Тут какого-то особого рецепта нету, просто если видим, что где-то мы какой-то цвет перекрыли, можно к нему вернуться и пару слоев положить. Именно на этапе коррекции можно как раз позаботиться о плавном переходе между одним цветом и другим. Ну и методика тут все та же. Берем сильно разведенную краску и накладываем очень тонкие слои. Нет какого-то объективного критерия того, насколько плавными должны быть переходы между цветами. Тут все субъективно и зависит от того, сколько времени вы хотите на это потратить. Если вы только осваиваете эту технику, от себя могу сказать, не гонитесь пока за сильно плавными переходами. Эта техника требует наработки. И чем больше вы покрасите, тем лучше будет результат. Не стоит слишком много времени на каждый клинок тратить. В итоге вот такой результат у меня получился. Я им в целом доволен. И пусть даже я до сих пор трачу дофига времени на эти клинки, я таким результатом полностью удовлетворен. Но это еще не все. Чтобы клинки выглядели лучше, нужно добавить edge-хайлайты. И это я буду делать смесью один к одному из мудгрина и желтого цвета. Беру тонкую кисть с острым кончиком и начинаю рисовать тонкие линии на всех гранях нашего клинка. Тут особо секретов нет на самом деле. Самое главное это точность, аккуратность и никуда не торопимся, просто выделяем все грани. Для боковых сторон детали можно упростить себе жизнь и выделять не кончиком кисти, а боковой стороной кисти. Просто прикладываю кисть к грани и веду вдоль нее. Так можно получить более тонкую и ровную линию, чем кончиком кисти и приложить при этом меньше усилий. Стоит еще упомянуть, что краску для edge-хайлайтинга не стоит сильно разбавлять водой, иначе не получится сделать тонкие линии. Однако и совсем сухой краску тоже делать не надо. Тут нужно соблюсти некий баланс. И вот такой вот клинок в результате у меня получился. Может быть стоило делать линии на гранях потоньше, но в принципе я этим результатом доволен. Последнее, что мне нужно сделать здесь, это edge-хайлайтинг по черному цвету. У меня тут есть пару деталей черного цвета, такие вставочки. И мне понадобится тут темно-серый цвет. Для этого смешаю абадон блэк черный и светло-серый грейсир. И точно так же беру тонкую кисточку и аккуратно прохожусь по граням. И вот так вот выглядят полностью законченные руки с клинками. Осталось только их приклеить к модели. Так получилось, что когда я делал эти руки, я их приклеил сначала на деревянные палочки. И когда я снимал их с этих деревянных палочек, я нечаянно срезал слишком много пластика. И тут не осталось шипов, которые позволяют правильно разместить руки в туловище. Но это у нас пластик, и он нормально склеится пластиковым клеем, даже без всяких шипов. Поэтому я просто беру клей и обильно смазываю вот эти вот места крепления. И просто приклеиваю в нужное место. С миниатюрой пока все, и время заняться базой. Я буду делать, как обычно для моих некронов, песчаную степную базу. У нас тут уже есть элемент ландшафта, и я думаю, что я не буду добавлять каких-то камней. Просто сделаю песок и растения немножко. Вот эта вот часть базы, которая представляет собой кусок какой-то земли, я тоже засыплю песком, поэтому я ее не крашу. И прежде всего базу нужно саму покрасить, потому что сейчас она у нас просто загрунтована в металлик. Мне понадобится коричневый и черный. Я возьму звездовский древесный коричневый и художественный акрил черный цвет. Так как это у нас база, мне не нужны прям специальные краски для менятьюр здесь. Древесный от звезды достаточно светлый, поэтому я сначала подмешаю в него немножко черного. И потом этим темно-коричневым цветом просто покрываю всю плоскость базы. А кантик базы я полностью окрашиваю в черный цвет. После того, как краска высохла, пора наносить песок. Наносить песок я буду с помощью обычного клея ПВА. Лью клей на базу и распределяю его кисточкой. Дальше беру песок. У меня банка вот такого вот специального модельного серого. Аккуратно беру миниатюру и погружаю базу в песок. Аккуратно провожу песком по базе, чтобы у меня точно песок приклеился везде, где мне нужно. После чего достаю миниатюру, встряхиваю с базы лишний песок. И если клей залез на кантик, то аккуратно убираю все, что там наприлипало. Дальше песок нужно покрасить. Беру для этого известную нам уже коричневую проливку Agrax Earthshade. Сначала капаю несколько капель воды прямо на песок. Я это делаю потому, что мне нужно разбавить проливку, поскольку я не хочу получить слишком темный цвет. И разбавляю я проливку прямо на базе, потому что эта же вода поможет распределить проливку по песку. Поэтому мне тут не нужна никакая палитра. Ну а использую я обычную воду, потому что это база. Обычно проливки разбавляем ламян-медиумом, но здесь и обычная вода сойдет. Дальше беру саму проливку и капаю ее на базу прямо в эту водичку. Как я и говорил, вода помогает распределиться проливки по базе. И я тут нанесу пару капель, буквально 3-4 капли проливки. Мне будет достаточно на всю базу. Вот такая песчаная база у меня получилась. Выглядит очень прикольно покрашенный песок. Есть даже какая-то текстура. То есть цвет неоднородный и от этого интересный. Но тем не менее база выглядит пусто. Поэтому нужно добавить на нее травки. Я буду использовать вот такие вот уже готовые кустики от Gamers Grass. Тут у меня беж, лайт грин и болотный сет, из которого я тоже что-нибудь возьму для разнообразия. Беру понравившийся мне кустик. Это удобно делать пинцетом. Наношу на подложку немножко клея PVA того же самого. Да, у этих кустиков есть клейкая подложка, но с клеем PVA будет как-то надежнее. Потом ставлю кустик в нужное место на базу и немножко придавливаю его пинцетом. Только главное не сверху придавливаю, а между травинок, чтобы не помять их. И просто делаю так же несколько раз. Возьму пару кустиков из одного набора, пару кустиков из другого набора. Пусть какие-то из них будут побольше, какие-то поменьше, чтобы получилось как-то интересно и разнообразно. В итоге вот так вот выглядит наша база. Неплохо, как по мне. И остался самый последний штрих. У нашей модели есть руки с когтями, и будет преступление оставить их чистыми. И тут идеально подойдет имитация крови, техничка Blood for the Blood Gut. После высыхания эта техничка оставляет особую текстуру, поэтому ее не надо разбавлять водой, наношу ее прямо из банки. Делаю аккуратные, но резкие штрихи, двигаясь от режущей части лезвия. Тут важно соблюсти баланс. Если будет слишком много технички, то получится просто измазанный клинок, будет некрасиво. Если же нанести ее слишком мало, будет казаться, что мы просто покрасили красной краской, и опять же будет смотреться неинтересно. В общем-то, наношу эту техничку таким образом, и можно переходить к финальному результату. Итак, наш отряд Афидиан Дестроеров полностью готов к битве. Они неумолимые машины убийства, которые способны пройти сквозь любое препятствие, а их клинки уже готовы для исполнения главной миссии – избавления вселенной от всего живого. И вот такие клевые Афидиан Дестроеры у меня получились. Надеюсь, вам было интересно. Мне очень понравилось работать над этими моделями. Прежде всего, мне понравилось то, что я хоть и не сильно, но смог их репознать, поэтому они отличаются от того, что мы видим на коробке. Ну и, конечно, я доволен тем, как мне получилось их покрасить. И моя маленькая личная победа – это гиперфазовые некронские клинки. Да, они получились, может быть, не идеально и можно лучше, но глейзинг – это сама по себе такая техника, которую можно оттачивать и оттачивать и оттачивать до бесконечности, потому что она все лучше и лучше себя проявляет, чем больше вы времени на это тратите. Да, конечно, так можно сказать про любую технику и про любое, в принципе, дело, но что касается глейзинга, это уже, как по мне, такая художественная техника, что-то рядом с нон-металлит металлом, как по времени, который вы должны на это потратить, так и, в принципе, по манере исполнения. Я буду очень рад, если кому-нибудь мое видео окажется полезным для того, чтобы освоить эту технику. Но если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. И самое главное помните, практика – это ключ ко всему. Чем больше практики, тем лучше у вас будет получаться. А на сегодня это все, но это еще не конец. Нас с вами ждут еще очень много хоббиных видео, так что, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал. И буду вас ждать в следующий раз в моем хобби-уголке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok